Микс Ньюс А сейчас мы поговорим с членом правления финансового учреждения господдержки АЛТУМ Якобсом Кревеншем, он у нас по зуму на прямой видеосвязи. Здравствуйте, господин Кревенш. Добрый вечер. Да. Итак, в связи с пандемией коронавируса учреждение АЛТУМ, которое вы представляете, конечно, стало таким важным винтиком в механизме поддержки предпринимателей латвийских. В каком режиме сейчас работает АЛТУМ? Сколько заявок вы получаете? Мы предполагаем, что очень много. Сколько уже получили и продолжаете получать? Ну, уже с начала специальных мер по борьбе с коронавирусом, с начала специальной ситуации, которая была объявлена 12 марта, мы уже активно работаем по утверждению новых программ и поддержке предпринимателей. Уже в 25 или 26 марта мы приняли первые заявления по кредитам. И по гарантиям напомню, что мы сейчас предлагаем предприятиям для борьбы с эффектом вируса и всех специальных норм. Мы предлагаем две программы. Предлагаем программу по обратным средствам, которая предназначена для предприятий, которые потерпели от вируса. В этой программе мы предлагаем кредит до 1 миллиона евро. В этой программе очень большой интерес. На данный момент мы утвердили уже более 340 заявлений, но общая сумма более 69 миллионов евро. И вторая группа программы – это гарантии по паникулам для кредитов в банках. В этой программе тоже большой интерес. На данный момент мы утвердили поддержку, общее финансирование поддержали более 80 миллионов евро. Так что интерес большой. Но должен сказать, что в данный момент интерес немного ослабляет и немного падает. Так что если вопрос был, в каком режиме работает Altums, то Altums работает на полную мощность, но в нормальном режиме. Насколько, если мы говорим о том, что сейчас режим чрезвычайного ситуации смягчен, вот насколько это отражается, то есть сокращается количество заявок, с которыми к вам обращаются предприниматели? В данный момент, да, когда есть, мы можем наблюдать как-то релактивный оптимизм. Количество заявок на оборотные средства уменьшается. Но в то же время у нас есть инструмент, который тоже специально разработан для этой ситуации. Это экспортные гарантии. В этом инструменте у нас очень большое количество заявок. Мы уже получили больше 300 заявок предпринимателей для гарантии экспортных сделок. И я думаю, что ситуация такая, что эти инструменты, они работают, они доступны до конца года и предприниматели. Для предпринимателей, да, бизнесмены. Да, предприниматели у нас научились в прежней кризисе очень много хороших уроков. В принципе, я должен сказать, что предприниматели в общем очень готовы к кризису. И даже тоже и банки были готовы к кризису в хорошем, сильном положении, очень сильной позиции. Они были готовы поддерживать предпринимателей. И как бы это сказывается на общее число тоже и на общую ситуацию. Так что я думаю, что мы еще будем видеть заявки до конца года. А можете привести пару примеров тех хороших уроков, которые предприниматели извлекли из предыдущего кризиса? И вообще, вот вы как специалист, который уже давно работаете в этой сфере, проводите ли параллели между этими кризисами? Потому что некоторые говорят, что они разные и не похожи. Ну, как это есть, это поговорка о генералах, которые готовятся всегда на прошлый кризис или на прошлую войну. Ну, я думаю, что в этом смысле, да, кризис совсем другой. Он как бы тогда был финансовый, но этот как бы экономический более, который был вызван вирусом. Но размер, конечно, этого кризиса, думаю, мы должны считать, что он больше. Но если говорить по урокам, которые извлекли наши предприниматели, я думаю, что главный урок – это быть готовым, иметь какой-то резерв, в смысле, чтобы предприятие было готово к каким-то менее хорошим обстоятельствам. Финансовый резерв, вы имеете в виду? Да, уже резервы были, и это можно было видеть. Была дискуссия, я все помню, последние пару лет, о том, что должны больше инвестировать, должны брать больше кредитов, как бы, и больше развиваться. Ну, в данный момент это, как бы, меньше кредитов, меньше левериджа, это, как бы, сказывается на способность предприятия переживать этот кризис. Это одна вещь, которая… Один урок, который, как бы, сказывается очень позитивно. Второй урок, который очень позитивно сказывается – это способность быстро меняться. В последний кризис, кризис 2009-2010 года была ситуация о том, что все должны были менять рынки, искать новых покупателей. И эти уроки, как бы, они подготовили наши предприятия на эту ситуацию, и тоже мы видим, что предприятия очень готовы быстро приспосабливаться к ситуации, быстро использовать ситуации. Так что, в целом, эта ситуация, как бы, сказывается позитивно. Продолжая, вот параллели вы сами назвали кризис и война, очень многие историки говорят о том, что войны, в частности, вот Первая мировая, Вторая мировая война, очень сильно изменили мир, и они подстегнули, может быть, и в том числе науку, технику, для того, чтобы сначала появились какие-то новые вооружения, какие-то новые технологии, которые потом пришли в мирную жизнь. Вот можно ли сказать, что кризис тоже меняет мир, и, ну, как вот змея сбрасывает старую кожу, то есть, вот, происходят какие-то изменения, связанные с более, больше людей работает удаленно, ну, вот сейчас многие попробовали эту возможность, еще какие-то, вот, есть ли у вас какие-то такие вот примеры того, что кризис меняет мир? И, если я не ошибаюсь, вы сами с технологиями занимались, а идти именно в рамках вот этого вот сегмента тоже? Ну, конечно, кризис, есть пара экспертов, которые говорят, что кризис в сфере дигитализации сделал больше, чем последних пять лет в целом, так что это, конечно, очень позитивно сказывается, потому что не было другого способа, как делать сделки, как делать работу, как бы представлять услуги и другие дела, так что это был очень хороший пример, и что это можно сделать, что технологии очень хорошо это поддерживают, что у нас со связами со всем очень в хорошем порядке, так что это был очень хороший пример. И, конечно, все предприятия и институции готовы это использовать, и сейчас нет такой оппозиции внутренней, что что такое, зачем это надо, мы же можем, это не будет работать и другое. Хороший, очень хороший пример на реальной ситуации. И, конечно, это все как бы проверило тоже и готовность инфраструктуры, готовность службы, что это поддержать. Я думаю, что это будет очень хороший толчок по поводу использования электронных и отдаленных сервисов и бизнесов, с одной стороны. С другой стороны, конечно, у отдаленного есть и минусы, конечно. Есть, как бы, очень хорошо, что проводники могут работать, скажем, с дома и отдаленно, но теряется связь с предприятием, теряется связь с коллективом, так что там есть и минусы. Я думаю, что то, что будет, я поддерживаю мнение, которое уже много раз было высказано, что если посмотреть, как будут работать предприятия, то предприятия будут искать оптимальный баланс между отдаленной работой и работой на месте предприятия, в офисе. А если по сферам бизнеса, я думаю, что это дал очень большой толчок в развитии электронных услуг, электронных каналов, и это будет очень хорошее, я думаю, это и наша одна из сильных сторон Латвии, потому что мы были, с одной стороны, очень хорошо готовы работать, и я не знаю ни одну услугу, которую, если это вообще возможно сделать электронно, которое бы не было представлено, или это и предприятие, или это частное лицо, которое получает эту услугу, так что в целом, это наша сильная сторона, которую мы можем очень хорошо использовать для выхода из кризиса, для утверждения нашей конкурентноспособности. Ну, и с другой стороны, конечно, есть мнение, которое тоже слышали, что человек через все войны, все кризисы остается тем же человеком, со всеми чертами характера и со всеми мотивацией, которые у человека остаются. Так что, с одной стороны, будем жить, основываясь на те же самые фундаментные факторы, но, с другой стороны, будем больше использовать электронные. Я думаю, что общество с этого очень выиграет, потому что это дает возможность больше проявлять времени для вашей семьи, для ваших любимых, и в то же время больше и делать работу, так что найти этот оптимальный баланс. По поводу пострадавших от кризиса и пандемии предпринимателей, я имею в виду, в этом смысле я имею в виду тех, кто больше всего пострадал и кто благоприятнее всего может выйти из кризиса. Ваш взгляд совпадает с правительством? Ну, мы знаем, очевидно, что пострадал туризм, гостиничный бизнес, рестораны, или вы можете добавить кого-то в список более пострадавших или менее, зная и непосредственно видя, как работает этот механизм поддержки и выхода из кризиса. Сфера культуры, например. Сфера культуры тоже, да. Ну, думаю, что, да, были в индустрии отрасли, которые меньше пострадали, отрасли, которые потерпели очень-очень романтично. Конечно, туристы, отели и рестораны, и те, которые их обслуживают, эти предприятия, они потерпели довольно сильный, очень сильный, скажем так. С другой стороны, конечно, для этой индустрии, возможно, у нас тоже может быть небольшой плюс. Если мы посмотрим на наш регион, мы смотрим на Латвию, то, что нас как бы отличает от старой Европы, это то, что нас тут очень мало, очень легко отдохнуть, не встречая большую толпу людей. Тут очень хорошее, мы как бы уже почти свободны от вируса, но, конечно, очень большая работа еще впереди, но релативно смотря на нашу ситуацию, как бы сравняясь с другими странами, мы в этом смысле очень, как бы, можем быть очень интересны для тех, которые готовы, как бы, куда-то съездить, где-то отдохнуть. Так что, возможно, это, если, как бы, и вся индустрия сможет правильно поставить себя, возможно, это можно перевернуть тоже и в плюс. Вот говоря про сферу культуры, я буквально сегодня читал новость о том, что, по-моему, в Великобритании выделяют 5 миллионов фунтов стерлингов на помощь музыкантам, конкретно, вот, музыкальному бизнесу, потому что музыканты остались, ну, практически без средств к существованию, потому что невозможно давать концерты. Вот насколько можно ли здесь, вот, какую помощь может Алтум оказать вот этой сфере музыкального бизнеса? Ну, культурного, да. Ну, в принципе, как бы, эта отрасль, она подходит под все инструменты. Вопрос, как этот бизнес оформлен, как этот бизнес, в каком качестве он работает. Если мы смотрим на все, как бы, на которые промышленные, если какой-то, которые отрасли подают наиболее большое количество заявлений, то это отрасль услуг. Ну, и, ну, по музыкантам я должен сказать честно, что я не знаю ни одного, который, как бы, проходил через наши инструменты, но, по-моему, для музыкантов там, возможно, надо использовать другие инструменты, более, более, как бы, инструменты, которые ближе к субсидиям, к поддержке, не в виде финансовых инструментов. То, что мы в Алтуме предлагаем, это финансовые инструменты, которые должны возвращаться. Они, как бы, должны быть экономически самостоятельны, должны, как бы, это кредиты и гарантии. Возможно, для музыкантов кредит сейчас не самый лучший инструмент. Нам лучше смотреть на другие инструменты, которые в виде поддержки, в виде гранта. А вот, говоря про рестораны и гостиницы, которые наиболее пострадали, они, конечно, как наиболее пострадавшие, часто очень критически комментируют поддержку государства. Она им кажется, или, может быть, так оно и есть, недостаточной. И вот, что касается Алтума, тоже звучат такие мнения, что вот правила предоставления кредитов Алтума, они, сам механизм, он довольно сложный. Оформление занимает до месяца, 4 недели, а процедура предоставления беспроцентных займов тоже очень сложная. Вот, что вы можете сказать по этому поводу? Может ли что-то в этом смысле измениться? Или вы, например, не считаете ее сложной? Может, она на такой, на самом деле, не является? И также вот приходится слышать мнение, что у соседей поддержка тоже, она и проще, и лучше. Вот, например, глава одной из турфирм у нас в студии говорил, что у него есть дочерние предприятия в Литве и Эстонии, и там как бы все намного проще. Вот по этому поводу что можете сказать? Ну, у меня совсем противоположное мнение. Если вы хотите получить поддержку в Алтуме по поводу оборотных средств, то вы должны пойти в наш интернетный сайт, найти ссылку на mansaltum.v, это наш, как бы, в сети канал обслуживания клиентов. Там у вас, там вы должны заполнить заявление нам, по-моему, на 6 страниц с элементарными вопросами о том, в вашей недоинфикации, что за предприятие, что вы делаете, как вы пострадали от кризиса, что вы делаете, какие шаги предпринимаете, чтобы этот кризис, эффект кризиса унизить, для чего вам надо финансирование, по каким, как бы, частям, для чего. Еще информацию вы должны представить несколько файлов. Это вы в интернете нам, как бы, поставляете. Мы это рассматриваем и контактируемся уже в следующий день с предприятием. И мы решение принимаем за 5 дней. Так что, если вы даете нам заявление, через 5 дней вы получаете решение. Так что, по поводу сроков рассмотрения, мы очень-очень на это смотрим, в том числе, очень серьезно. Мы знаем и понимаем, что предприятия требуют эти средства очень-очень срочно, и мы это обеспечиваем. Так что, по кредитам мы даем решение за 5 дней, по гарантиям мы даем решение за 2 дня. И по срокам это, по-моему, очень хорошо. А какие критерии? Все-таки часто ли вам приходится отказывать предпринимателям? Вот какие критерии вы рассматриваете, чтобы получить вот эти все? Да, я добавлю, что когда начиналась выдача, шла речь, по-моему, в апреле о том, что приходится отказывать часто. Половине, по-моему, Алтому пришлось отказывать. И причины отказа, мы знаем, что служба госдоходов, второй источник помощи, он отказывает, как правило, в связи с налогами, ну, на то это налоговая служба, там либо низкая выплата налогов, либо долги, либо отсутствие деклараций. Вот какие причины у вас? Как часто и почему? Ну, должен, как бы, сначала сказать, что эти инструменты для тех, которые потерпели от кризиса. Принцип такой, что если вы можете со своей стороны представить аргумент, что вы потерпели, скажем, у вас упал оборот, вы можете показать какой-то ваш внутренний финансовый отчет или информацию из банковского конта. Если у вас ваши поставщики сейчас требуют предоплату, они давали вам суды на 60 дней или как-то по-другому, как бы вы должны утвердить, что предприятие потерпело от кризиса. Это один. И второе, что мы должны смотреть, что предприятие было в нормальной финансовой ситуации до кризиса. По европейским нормам предприятие не может быть в финансовых трудностях. Там есть конкретный принцип, как это определяется. Конечно, если есть значатые процессы по неплательспособности, то это уже автоматически не может быть. Или предприятие потеряло более половины своего основного капитала. Так что, да, мы отказываем около 45%. Немного меньше, чем 45% по заявлениям должны отказать. Если мы смотрим на причины отказов, то около 30% мы должны отказать, потому что предприятие уже было в трудностях до кризиса. В данный момент предприятие может быть, сейчас скажем, на 1 июня, предприятие может быть в финансовых проблемах, с основным капиталом и по другим критериям, но предприятие должно быть в порядке на конец 2019 года. Так что, это самое большое количество, самое большое процент, главная причина, по которой мы отказываем. И это правильно, потому что программа, она предусмотрена для тех, которые потерпели от кризиса. Второе, никто не отменил все требования по борьбе с отмыванием денег и по финансированию терроризма и других принципах. Это там тоже, как бы, и репутация, это дает около 15%. Очень много, но такова сейчас статистика. И тоже есть около 10% тех, которые не могут подтвердить негативный эффект от кризиса. Но те, которые, как бы, у них нет эффекта от кризиса, мы предлагаем им наши уже привычные программы, которые, у нас в «Алтомат» более 20 активных программ поддержки. Так что мы можем предприятиям, которые, как бы, не потерпели от кризиса, они готовы инвестировать или нужны обратные средства для продолжения действий. Мы выдаем в данный момент все эти инструменты. И, как бы, на данный момент вы, если в инструментах по COVID-19 мы утвердили около 150 миллионов финансирования, то по простым программам мы утвердили более 110 миллионов. Так что те, у которых нет эффекта на COVID-19, могут претендовать на наши основные программы. Скажите, вот еще одно из распространенных мнений среди предпринимателей, которые мы слышим, что государство выбрало позицию помощи крупным таким предприятиям, скажем, перспективным уже стопроцентно, при этом не предоставляя аналогичную помощь, может быть, среднему и малому бизнесу. Что тоже, как «Алтум» на это может ответить? Я знаю, что как минимум в 2018 году вы вместе со Светбанком запускали программу, это называлась программа портфельных гарантий, направленная на малый и средний бизнес. Возможно, сейчас она отношения не имеет к нынешней ситуации. Но вот что касается малого и среднего бизнеса, который, как некоторые считают, является во многом основой экономики, насколько они могут претендовать на помощь? Ну, по статистике, по программе поддержки оборотных средств у нас более 40% микропредприятий. Еще 40% там малые предприятия. Около 17% средние и только меньше 3% большие. Так что в этих программах очень много маленьких предприятий. И то же мы видим в гарантийных программах, это по COVID. В программах, которые уже привычные, если так можно говорить, старые программы, то там вообще нет больших предприятий. Так что по финансовым инструментам они очень распространены. И в основном эти инструменты используют малый и средний бизнес. То есть малым и средним именно через Altum даже, наверное, проще, чем через государство. Ну, я имею в виду государство напрямую, пособие простое и так далее. Ну, к сожалению, не знаю статистики. Но он думает, что тоже там вопрос по большим... Статистика там, по-моему, будет очень-очень близко к той, которую я называл. Так, давайте нам вот звонят, попробуем звонок принять радиослушателя. Доброе утро. Алло, доброе утро. Да, пожалуйста. Я всегда по экономическим вопросам. Да, слушаем вас. У меня было несколько раз такого опыта. Там и пару месяцев назад, и пару лет назад. Может, даже три раза было это. Писал электронно в Altum. Так, мол, так. Реально какая-то помощь. Мне так сухо отвечали. Ну, не хотя. Ну, давали просто ссылку. Где я выдел, что, ну, как бы, да, деньги можно взять с процентами. Как бы, и дальше я и не шел. Как бы, держусь в принципе, берешь чужие, отдаешь свои. Вот. Но еще что тормозит? Тормозят слухи. То есть, слухи о том, что, чтобы взять сумму с Altum, надо сделать откат, а также проплатить большие комиссионные банки при оформлении этой сделки. Вот вопрос. Какое, может быть, основание или нет основания рождаемости таких слухов? Вот. Спасибо. Спасибо. То есть, ну, вот люди боятся, да. Да, думают, что там нужны какие-то дополнительные, ну, вот, взносы, вносы. Ну, я думаю, что это полностью от неба взятой идеи о взносах или откатах. Нет такого, просто нет такого. Если у конкретного звонителя есть какие-то факты, я очень хочу это знать и очень серьезно к этому относимся. Подробнее. Так что это вообще невозможно. Наверное, еще... Но если мы смотрим по комиссиям, то в данный момент, например, по COVID-19 эти комиссии очень снижены. Если мы смотрим по гарантиям, то придется платить 0,5% годовых. Или если это маленькая гарантия, которую банк будет поставить в портфельную гарантию, там 0,3% годовых за гарантии. Я думаю, что это очень как бы льготные ставки. Если мы говорим по процентам, по оборотным средствам, то в оборотных средствах на трехлетний заин с 12-месячным периодом, льготным периодом, когда не надо платить основную сумму, с пониженным требованием по залогу, то там ставки у нас от 1,9% до 2,9% годовых. Так что, по-моему, это ставки и все комиссии, они очень-очень адекватны для ситуации. И если мы будем смотреть по финансовым теориям и по рыночным, то эти цифры будут нам очень много раз больше. Так что мы в Алтамс очень много сейчас делаем. Мы уже в прошлых лет делали по облегчению получения наших инструментов. Сейчас не надо идти в Алтамс. Можно все сделать в интернете, можно оформить и простые программы, и колодные программы. Заявления можно прислать. Все очень быстро и очень по сути рассматриваем. И тоже с банками по гарантиям. Это тоже, если простую гарантию мы до кризиса рассматривали в течение пяти дней, в данный момент мы это решение приносим за два дня. И если это простые гарантии, которые тоже активно работают, то в принципе наше решение даже не нужно. Банк даже не обращается к нам. Это все отговорено в нашем договоре с банком, в нашем контракте. Банк вместе со своим решением, принимая решение, будет этот инструмент поставляться в эту гарантию или нет. Так что там это все происходит уже в реальном режиме. В реальном времени. А что будет, если все-таки предприниматель не сможет вернуть кредит, и возникнут у него какие-то дополнительные проблемы, трудности? Наверное, одна из тоже таких страхов и опасений предпринимателей. Ну, кредит, конечно, в том, я согласен с человеком, который звонил, что да, кредит должен возвращаться. Это как бы перед тем, что брать или не брать кредит, каждый предприниматель должен свои планы пересматривать и сам понимать, почему это он делает и какой у него план. И есть очень много способов делать сделки, делать бизнес и без кредита. Так что не всегда кредит – это самое лучшее решение. Но если как бы есть решение брать кредит, и по какой-то причине там появились финансовые трудности, бизнесовые трудности, то, конечно, так же, как и с банком, с «Алтумсом» надо заранее приходить к нам. Мы будем вместе решать эти дела, мы можем отложить поддержные графики, мы можем искать вместе решения. И, например, тоже в ковидных инструментах делаем договор на три года, но уже в заявлении по кабинете министров уже утвердили идею в том, что если есть проблема с оплатой, у нас есть еще два года, в течение которых мы можем решать эти проблемы. Так что акадит, да, акадит должен отдаваться, но если у кого-то есть финансовые проблемы, если что-то не удалось так, как надо, вместе будем сидеть, решать и думать, как это убить из этой ситуации. Только в крайней ситуации, если это не удается, но мы должны. Член правления «Алтум» Якобс Кревенш у нас сегодня в Утре. Вот у меня такой вопрос, я не знаю, насколько вы конкретно можете комментировать эту ситуацию. Вы, наверное, знаете, вот вокруг закупок защитных масок для медиков, там была такая история, что государство и «Алтум» предоставило кредит компании, которая предоставила эти маски медикам, а торговцы, ассоциация торговцев возмутилась, высказала публично свое возмущение, что маски были закуплены слишком дорого, местные производители могли это все сделать дешевле. Вот первый вопрос, это в принципе по этой ситуации здесь как бы возмущение торговцев, насколько они основательны, если вы можете это комментировать. А второе, как оцениваются какие-то риски перед предоставлением кредитом, этим занимается Министерство экономики, исключительно оно принимает решение, или «Алтум» тоже в свою очередь оценивает, прежде чем дать кредит, насколько там адекватная сумма, например, или можно это все дешевле сделать? Ну, по поводу закупок или производства масок я, к сожалению, не в курсе и не могу комментировать. Но по приниманию решения, решение по кредитам принимают только «Алтум». то, что делает Министерство экономики по программам и Кабинет министров, там утверждается политика, главные параметры программы. Если мы, например, по ковидным программам, там срок кредита. Какие отрасли могут и какие не могут на кредит суммы. По какому регулированию государственной поддержки это будет, как бы, рассматриваться и так далее. Каково, откуда будет финансирование и, в принципе, так и далее. Так что это решение по политике, но не по конкретному предприятию. По конкретному предприятию всегда «Алтум» принимает решение самостоятельно. И это всегда основывается на том, или это заявление отвечает тем требованиям, которые были утверждены в Кабинете министров по интервенции, и по способности вытянуть этот ковид по этим принципам. Мы всегда очень скрупулезно смотрим. Поэтому я думаю, что это очень... С одной стороны, это как бы не очень приятно, что мы должны отказывать такую большую часть заявлений. Но с другой стороны, это тоже демонстрирует, как принципиально мы на это дело смотрим. Может быть, такой у меня вопрос, немного отвлеченный. Одним из шагов по выходу из кризиса называют выход госпредприятий на биржу. Таким образом, как считают сторонники этого, можно привлечь капитал в Латвию, сделать управление более прозрачным. И, в частности, «Алтум», насколько я понимаю, выпускает облигации ежегодно. Вот насколько вам кажется это перспективным, и насколько вы являетесь тоже сторонником такого подхода. И, насколько я понимаю, например, соседи, опять же, ссылаясь на соседи, уже преуспели в этом больше. Там в Литве, например, пять госпредприятий вышли на биржу. Что мешает нам? И нужно ли нам это? Ну, там, в принципе, две линии дискуссий. Одна – использовать ли биржу для привлечения средств к предприятию в виде эмиссии облигаций. Я думаю, это очень хороший инструмент для привлечения средств. «Алтум» это использует. Мы уже сделали несколько эмиссий облигаций. И для того, чтобы предприятие могло эмитировать облигации и получить по ним хорошие параметры, то есть низкую процентную ставку, которую будем платить инвесторам, которые покупают эти облигации, предприятие должно быть очень финансово хорошо поставлено, хорошо вставляться. Должен быть хороший рейтинг. У «Алтум» есть очень хороший рейтинг по «Лудейс». Это отражается на очень позитивных, очень низких процентных ставках, которые мы платим нашим инвесторам. Эту линию и есть другие компании государственные, которые «Алтум» это используют. Частный темат. «Алтум» уже несколько лет имитируют облигации. Так что я думаю, это очень хороший инструмент. Он развивается. Это наш «Алтум» тоже развивает. Вторая линия, которая там по дискуссии есть, нужно ли продавать акции государственных компаний в бирже, это уже как бы другая дискуссия. И, конечно, это может оставить очень позитивный эффект на развитие биржи, на развитие капитальных рынков. Но там, конечно, есть и политическая дискуссия. Так что политически я не хочу комментировать, но если то, то развивайте капитальных рынков – это очень хороший сигнал. Да, вот подсказывают нам, что, к сожалению, время подошло наше к концу. Не успели тут поговорить еще про утепление зданий, к сожалению. Но на другой раз тогда оставим уже. Спасибо вам большое, господин Кривень, что нашли время. Член правления финансового учреждения господдержки «Алтум» Якоб Скривень был у нас сегодня в утреннем эфире. Еще раз спасибо и всего доброго. До свидания.